Мы продолжаем наш выпуск. Мособлдума приняла закон, согласно которому при возникновении аварийной ситуации фонд капитального ремонта незамедлительно на нее реагирует и устраняет погрешность. Владимир Ружицкий проинспектировал ход работ. Теперь жители Люберец могут экономить порядка 30% за теплоэнергосбережение. Дело в том, что по всему округу начались ремонтные работы, фасадов и утепление домов. Теперь дома не только обретут опрятный внешний вид, который сохранится на долгие годы, но и их стены будут защищены от негативного воздействия окружающей среды. Кроме того, такая конструкция может прослужить до 50 лет. Если можно так сказать, убиваем двух зайцев сразу. Дом становится теплым. Сейчас очень трендовая тема энергосбережения по всей стране. Это как раз тот момент, когда мы можем говорить об энергосбережении и энергоэффективности этого дома. В этом году генеральным подрядчиком по капремонту выбран АО Люберецкий городской жилищный трест. Как отметил глава округа Владимир Ружицкий, подрядная организация, выполняющая капитальный ремонт, не нарушает сроки работ и выполняет ее добросовестно. Также он проинспектировал и ремонт мягкой кровли на крыше дома номер 16 по проспекту Гагарина. Как отметил Владимир Ружицкий, в случае аварийных ситуаций, жители круглосуточно могут звонить в ЕДС ЖКХ городского округа и сообщать об инциденте. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.